Оставил дом старшей сестре, а остальное стало известно, как разделили наследство Михаила Задорнова. Прошло несколько месяцев со дня смерти известного сатирика Михаила Задорнова. Выяснилось, как разделили наследство известного юмориста. Старшая сестра писателя, сатирика Михаила Задорнова Людмила, рассказала, что его главную волю на сегодня выполнить удалось. Задорнов мечтал, чтобы продолжала работать созданная им библиотека, объявленная общедоступной и бесплатной для русскоговорящего населения в Латвии. Желание артиста сбылось. Что касается завещания, то Задорнов составил его заранее. Говорят, сатирику удалось разделить наследство таким образом, чтобы никого из близких не обидеть. Помимо супруги Елены, дочери и сестры, у Михаила осталась первая жена Велта. По некоторой информации, ей артист отписал дом в Латвии. Несмотря на развод, Задорнов сумел сохранить настолько теплое отношение с секс-супругой, что даже когда он болел, женщина находилась возле его кровати. После разрыва с Велтой Михаил встретил Елену Бомбину, ставшую впоследствии его второй женой и подарившей ему дочь Лену. Наследнице он оставил квартиру в Юрмале. Говорят, там же в Латвии Задорнов оставил дом старшей сестре. Отмечается, что вдове артиста досталась квартира в Москве. В 1993 году Задорнов получил квартиру в намелклатурном доме, где его соседями стали Ельцин, Черномырдин и Коржаков. Двушка здесь стоит 20 миллионов рублей. Помимо недвижимости, от сатирика остались авторские права на его книги и пьесы. Их Михаил Задорнов планировал разделить на 4 части между своими любимыми женщинами. Однако, возможно, 3 из них откажутся в пользу дочери артиста. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много захватывающего и интересного. До новых встреч!